Друзья, всем привет! Очередной лайф у нас, время 18.25, я только с работы, и вот этот человек довольный дёрнул меня, потому что вы давно просили нас найти какого-нибудь дешёвого конкурента боксеру, мы нашли такое чмо, которое дешёвое, мерзкое, отвратительное, верите, нет, у которого крыло ещё хуже, чем на баджер-боксере, пока похороняю интригу, по отвратительности оно похоже, разве что на этого человека, посмотреть на него ещё раз. Не-не, не поворачивай, оставь гибло. Короче, едем покупать мотоцикл, дядя Саша у нас сдал на права, и всё. Хватит единым мопедом? Нет, снял мой экип. Мой с мопедом в деревне. Всё, короче, повышаем кубатуру, да? Аж до 200 кубов. Аж до 200 кубов. Где Альфа? Я хотел привезти всё на нашем фургоне, в принципе, туда влезает мотоцикл, но мы решили, что ему надо проехать самому, только что прошёл дождь. Так я страдать буду в две стороны, понимаете? Да, ты будешь страдать и здесь, и здесь. Блин, а я, дебил, опять залез с правой стороны. Всё время сам езжу на правом руле уже много лет, и всё время залезаю справа чисто. Вот, короче, поедем на нашем стремительном автобусе за очередным стремительным мотоциклом. Нажанка вниз. Вот такой вот диван, пацаны, МТГ-200. Поехали Саньку покупать. Кто спрашивал, есть ли мотоцикл с более стрёмным крылом, чем у меня? Есть. Забираем Пегаса. Потом сравним по размеру, по всему этому. Что мне нравится, сразу багажник. И зацените, пацаны, всё с завода. В таких вот дугах защиты поворотников. Такой он злой. Пробег, 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 пробег. 5124 километра. Обо всём поподробнее. Сейчас мы просто поржём, как Саня поедет, потому что опыт его сводится в водение мотоцикла к одной единственной поездке на Альфе. Всё. Вот так долго он с нами ездил. А, и на Уфроуд. Раза два, три, может, поездил. Вот, продал Альфу. Кстати, подписчик наш забрал. Денис, тебе привет. Взял, добавил деньжат. Взял себе мопед. Но крыло царское. Баджаж теперь не в самом топе по убогости переднего крыла. Всё, купил, короче, наш головастик себе первый мотоцикл. Сейчас мы поржём над ним, потому что опыт его, я говорю, плюс-минус 0 километров. А нам сразу надо по каду сейчас ехать. Слушай, ну, вот так то вы же доехали. А Сергей, бывший владелец, говорит, что сотку едет, поэтому нормально. Так Сергей весит. Ну, правда, да. Тут три Сергея, как бы. Ой, я нашел минус ручок. Всё. Уже на заправочку подъезжает своим ходом. Поздравляем пацана. Сейчас первые эмоции от покупки первого в жизни мотоцикла. Это, на самом деле, вот помню такие волнительные моменты. Чё, Санёк, как оно? Шикарная штука. Шикарная штука? Вообще. Не знаю, вот первый мотоцикл, вот лично у меня, во сколько он там, в 30 лет я купил? 31, что ли, я не помню. Это такая эмоция, это такое вообще... Состояние. Ну, как просто первую машину, во сколько там обычно, там, в 19, 18 лет, кто-то в 20, да, и уже притирается. А вот мотоциклы, что вот один, что второй, что третий, как бы, все уже после 30, уже когда седина это берёт. Ну, ладно, сейчас, короче, поедем. Мопед шикарный, состояние шикарное, хозяин один, 200 кубов, обзор потом. Всё, ребятки, дальше вас ждёт разговорное видео. Немножечко порассуждаем на тему малокубатурных мотоциклов. И посмотрим, как наш призрачный пончик едет по каду. Что у нас там? 80. 80 км в час. Особо не жмёт, потому что предел, ну, как нам сказал дедушка, предел этого мотоцикла сотка. И то по брехометру, а не по GPS. Ну, значит, где-то 90, плюс-минус, как и в Баджадже. В силу того, что вот этот человек, вот этот, весит далеко за 100, так же, как и я. Поэтому чудес от таких малокубатурничков ждать не приходится. Но небольшой инсайт. 55 тысяч за мотоцикл с пробегом 5000 рублей и с одним хозяином из-под деда. Отличный вариант. Ну, и давайте немножко под интересный трек посмотрим на нашего гонщика. На красивые виды, некрасивый Санёк. Толстый парень на красном обеде мчится по гаду. Мы не знаем, о чём он тоскует и о чём он мечтает. Мы за ним просто едем, а он вдаль от нас уезжает. Ведь мобед его красный, а значит, он едет быстрее. Толстый парень на красном обеде, летящий вдоль моря. Словно символ заката и жаркого лета. Вот и кончился кат. Толстый парень свернул и поехал вдоль леса. Мы за ним тоже едем. И уперлись мы в синюю фуру. Сколько ехать ещё? И куда мы как будто не знаем, но ведёт за собой. Нас к успеху тот толстый парень. Толстый парень на красном обеде мчится по гаду. Мы не знаем, о чём он тоскует и о чём он мечтает. Мы за ним просто едем, а он вдаль от нас уезжает. Ведь мобед его красный, а значит, он... Что-то, похоже, у нашего пончика жопка затекла. Что-то тормозил, что-то хочет. Пойдёмте послушаем. Ну, чего добру пропадать? Проеду, что ли? Сравню с Баджаджем. Абсолютно пока в стоке, ничего не менее, ничего не это. Санёк доволен, а я сейчас узнаю. Может, продашь, Баджадж. Может, и продашь. Короче. Вот такой толстый парень, но на том же мопеде Просто едет по лесу, мы за ним успеваем. Едет парень по лесу, с дороги к церкви съезжает. Очень странные песни, но так часто бывает. Так, мы каждый наш какой-нибудь выезд, неважно какой, всегда стараемся что-нибудь интересное показать здесь в длину области, вот же Соснового Бора. И сейчас мы в деревне Каваши тут построили вот такой вот новодельный храм, и к нему прилагается вот набережная. Вот, сейчас пойдём пройдёмся, никто ни разу не был на ней, никто её ни разу не видел, но очень красиво. Прямо у дороги, если едете в Сосновый Бор с Питера, не промахнётесь через Каваши, и прямо за храмом. Едем прямо у нас из Питера. Ну да, прямо за храмом от дороги. Вот такая вот набережная. Прямо на реке. Можно отдохнуть, можно посидеть. То есть именно для мотопрохватов, мопедов, на этом такое место, где можно, ну, не знаю, что здесь делать, конечно, но можно заехать и посмотреть, посидеть, отдохнуть с дороги. По самому мотоциклу, что могу сказать, ощущается крайне железным после баджаржа. Всё сделано из 22-й трубы, всё потом сравним, но по первой ощущении, железный мотоцикл. Всё, добрались мы до гаража. Чё скажешь про мопед в целом? Шикарная, скованная штука. С Альфой вообще не сравним, хотя вот смотришь Альфа. Только живёт, скоро живёт. Не желейный ничего. Ну всё, потом обязательно сравним. Вибраций в багажнике нет, самое главное. Нет никаких вибраций. Смотрите, какой счастливый человек. Как мало человеку надо для счастья. 55 тысяч и всё. Обязательно игрушку очередную. Но крыло топ, пацаны. Официально лавры первенства от этого урода переходят вон к тому уроду. Потом сравним их вместе. Извините, если видео не было очень информативным, но поскольку вы просите снимать больше и чаще, то мы не могли обойти такое знаменательное событие, как покупка первого мотоцикла. На этом у нас сегодня всё. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok